ажурный узор сеточка из сложных столбиков вот схема этого узора как видите раппорт у него маленький всего три петельки я вам покажу на трех раппортах для этого я набрала цепочку из 11 воздушных петель это три раппорта по три петли 2 краевые но здесь есть одна небольшая хитрость то есть мне нужно заметить вот предпоследнюю петлю начальной цепочки сделать еще 5 воздушных петель 45 теперь я делаю 2 накида вхожу вот в эту предпоследнюю петлю начальной цепочки и 1 накид провязываю делаю еще один накид ввожу крючок в следующую петлю и провязываю этот накид еще накид в следующую петлю провязываю этот накид и теперь у меня на крючке вот три петли от недовязанных столбиков накид это петля которая была на крючке я провязываю вместе вот эти вот три петли теперь провязываю накид и последние две петли у нас получилась вот такая вот пирамидка 2 воздушных петли вяжем следующий такой элемент делаем два накида провязываем 1 накид еще накид следующую петелечку провязываем 3 недовязанных столбика с одним накидом последний накид и последние две петли 2 воздушных петли и еще раз такой элемент 1 2 3 3 петли вместе 2 петли и 2 петли конце ряда мы делаем воздушную петлю и столбик с двумя накидами в последнюю петелечку вот это первый ряд тут в общем то раппорт узора всего два ряда переходим ко второму 5 воздушных петель 4 5 поворачиваемся вяжем такие же элементы но куда мы вводим крючок первый столбик мы вяжем из-под цепочки второй столбик над столбиком первого ряда и третий столбик опять из-под цепочки которая между элементами 3 незаконченных столбика вместе накид и последние две петли 2 воздушных петли и сделаем то же самое два накида 1 столбик из-под цепочки второй над столбиком 3 из-под следующей цепочки 3 столбика вместе провязываем накид и две последние петли 2 воздушные петли и последний такой элемент 1 2 2 3 в конце ряда воздушная петля и столбик с двумя накидами под петли вот подъема поворота и дальше у нас все ряды повторяются то есть фактически тут даже раппорт в общем то один ряд поскольку все пики все ряды будут одинаковыми я просто показала вторую чтобы было понятно откуда куда мы вяжем вот эти вот столбики давайте покажу большой образец вот так выглядит эта сеточка она смотрится совершенно одинаково с обеих сторон но поскольку раппорт в общем практически один ряд в отличие вот от диагональных сеточек эта сеточка похоже на филейную и она в общем то хорошо держит форму конечно она немножко тянется но вот и и ник никуда не перекрашивает она вот так вот хорошо лежит симпатичная ажурная сетка в общем то можно использовать где-то вместо филеечки она чуть менее просвечивающие вот такая вот сеточка из сложных столбиков подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новые уроки у меня еще много разных идей у нас с вами много не разобранных интересных узоров и сложных схем не пропустите все это удачи вам и легких петелек